Приветствую всех настоящих ценителей бокса. Несколько дней назад... На самом деле, уже несколько недель назад. На всех боксерских ресурсах появилось интервью Эрла Спенса, в котором он заявил, что сумел бы побить самого Флойда Майвезера даже в его, в смысле Флойда Майвезера, лучшие годы, когда тот был на пике. И, как говорится, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Но давайте все же в этом видео попытаемся разобраться со стороны Эрла Спенса такая уверенность, самоуверенность. Она излишняя? Это бахвальство? Или же действительно Эрл Спенс в состоянии, ну, в неком таком фантастическом бою, когда мы берем, выставляем против него, используя там, я не знаю, что машину времени, да, выставляем против него Флойда Майвезера на пике. Действительно ли Эрл Спенс способен его победить? Ну что, давайте приступим к анализу. Считайте, что это что-то вроде прогноза на такой фантазийный бой. Итак, Эрл Спенс, его сильные стороны. Ну, во-первых, физически он реально здоровый, мощный. У него очень приличный удар. Он любит использовать серии. Большой выбрасывает тоннаж. И что еще интересно, что Эрл Спенс явно специализируется на ударах по корпусу. Эрл Спенс, да, он реально круто бьет по корпусу. Это факт. И еще третья сильная сторона Спенса, то, что у него весьма прочная голова. То есть, по сути, он фактически не реагирует на пропущенные удары. И это тоже преимущество. То есть, это позволяет ему идти вперед, позволяет ему вступать в размены, позволяет ему, по сути, просто не бояться пропустить какой-то шальной удар, который решит исход боя. Я вообще зачем перечислил эти три признака? Что общая мощь, большая мощь удара, да, специализируется на ударах по корпусу, и еще имеет прочную голову. Народ, вам этот боксер случайно никого не напоминает? Не напоминает вам мастера одного бокса, который проиграл Майвезерну? На самом-то деле, не знаю, что там насчитали судьи, но вообще он ему проиграл, по-моему, все раунды от и до. Канело, если кто-то не догадался, то есть очень похоже. Кроме того, Канело Сауле Альварес, кстати, в отличие от Эрла Спенса, если Эрла Спенса задней рукой, он левша, все же таки, по сути, он бьет именно крюки сбоку, снизу, и эти удары, ими попадать, если мы говорим о том, чтобы поймать на один удар, именно нокаут, ну, условно говоря, как Цзю, Константин когда-то поймал Джуду. То вот этими крюками ловить голову оппонента гораздо хуже. Это, ну, по сути, это практически вообще нереально. И, кстати, не просто так, что Цзю того же Джуду подбил именно идеальным прямым ударом, потому что именно прямой, он самый проникающий, он четко идет по четкой траектории между рук, от него труднее всего защититься. Так вот, получается, что если Канело, он универсален, то есть он и крюки бьет как угодно, и при этом и прямой удар он бьет, ну, просто шикарно, то Эрл Спенс уже в этом отстает. Вот, поэтому, если тот же Канело за Флойдом все 12 раундов ходил, и, ну, типа как пытался перебоксировать, ну, это понятно, он был обречен на провал. Ну, будем считать, что он пытался поймать на удар, и у него это не вышло. Аналогично и Эрл Спенс. Все возможно, да, это бокс, но реальные его шансы еще гораздо меньше поймать на разовый удар, чем у Канело. Теперь, сам Эрл Спенс, когда его спросили, какая бы у него была стратегия, почему он так в себе уверен, то он ответил, что он шел бы вперед, он обрезал углы, ну, переводя на русский, пытался бы Майвезера запереть у канатов, а тот, когда бы выскальзывал, то обрезал углы, это значит, что, ну, загонял, короче, то есть не ходил бы за ним следом из угла в угол, да, а как бы поддавливает, поддавливает и пытается его замкнуть. Там влево-вправо смещается, пытается его, в общем, замкнуть и хорошенько бы его окучил ударами по корпусу, то есть обрабатывал бы ему корпус в первую очередь, а потом бы уже переводил на голову и также использовал свой джеб. Так вот, здесь возникает интересный вопрос. Если так все просто, то почему данную стратегию не реализовал Канело? Ведь у него такая же прочная голова, он так же тяжело бьет по корпусу, то есть, в общем-то, он может делать все то же самое, что и Эрл Спенс, но почему-то он фактически не пытался замкнуть Майвезера, ну, как бы пытался, но в таком очень вялом, плавном режиме и боем проиграл в итоге в ноль просто по очкам. И то есть Эрл Спенс имеет какое-то преимущество здесь над Канело? И я вам скажу, это преимущество он действительно имеет. А какое оно? Вы вот сами не задумались? У Канело есть очень большая проблема. Когда он будет давить Майвезера, идти вперед, когда он это делал, ну, и по корпусу там бить тяжело, готов рискнуть, готов пропустить, то за это время он пропустит просто массу ударов. И он даже попытался это сделать в какой-то момент, но там сразу стало понятно, что он в итоге бьет по воздуху, а Майвезер легко его переигрывает и просто его расстреливает в свое удовольствие и уходит. И то есть получается что? Что мог бы так делать Канело? Да, он бы так мог делать все 12 раундов. И я даже думаю, что он выстоял бы, и ничего бы с ним, наверное, страшного не случилось. Но выглядел бы он как полный дурак. И его поражение именно, ну, по очкам, по как бы разрыв в количестве попаданий, оно было бы еще гораздо больше. Так вот, Эрл Спенс, он здесь имеет очень серьезное преимущество. Дело в том, что он высокий. Он на 4 или на 5 сантиметров ниже. В смысле выше, наоборот, выше и Майвезера, и выше Канело. И в бою с тем же Майки Гарсией, он показал, что он умеет этим пользоваться через джеб. Если честно, он меня тогда очень сильно удивил. Потому что есть техника ног передвижений. Ну, а какая там техника? Шаг вперед, шаг вперед, шаг назад, шаг назад. Ну, еще у меня стул между ногами, поэтому не так ловко получилось. Но он это делает очень быстро. То есть тем же Майке, когда нужно, он ушел, ушел. Сразу подхватил его джебом. Там, вперед-вперед, подтеснил, шаг назад. Подхватил опять вперед джебом. И наслаивает сразу свои крюки. То есть вот этой вот скоростью ног, и которая у него сочетается, ну, с реально высоким ростом. Это действительно так. Он высокий. И я к чему клоню-то вообще? Что у него здесь есть отличие от Канело. Понимаете? То есть Канело это техника-техника. Он дистанцию чувствует огонь. Это все понятно. Но в сравнении с Майвезером, там реально вообще по нулям. Ему там вообще ловить нечего. И как бы он, если будет поддавливать по-настоящему, теснить, идти вперед, по корпусу бить, то он на свою голову примет просто все, что возможно. А Эрл Спенс, он может в довольно прямой позиции, ну, как прямой, он на самом деле обычно с довольно прямой осанкой, ну, наклонен вперед. Как бы все у него, туловище, как ракета, вперед. И вот он тебя своим этим джебом на дистанции может, ну, постоянно за тобой бегать, тебя им накрывать. И уже под эту лавочку входить со своими крюками по корпусу. То есть, да, все равно он будет пропускать удары, но, понимаете, в чем дело? У него здесь есть принципиально преимущество над Канелло. То есть, это сочетание, что он выше, и у него быстрые ноги. То есть, у него ноги вперед-назад смещение, оно, оно по факту, оно действительно быстрое. Мы это увидели в бою с тем же Майки Гарси. И поэтому, каким парадоксальным выводом мы приходим? Что Эрл Спенс был бы способен организовать давление на Флойда Майвезера. И не то, чтобы его на разовый удар поймать, а действительно было бы такое противостояние стилей. То есть, Эрл преследовал бы Флойда, пытался его замкнуть через джеб-джеб с высокой такой позиции. И в нужные моменты подхватывал бы, бил по корпусу. Ну, а, соответственно, Флойд все как обычно. То есть, его эти уходы, расстреливать, так и эдак, и уходить. И кто кого бы переиграл. Я считаю, что на самом деле определенные шансы именно не на один удар поймать, а разовый сбить методично, именно нанести вред, нанести, ну, корпус в первую очередь. Отбить корпус, все отбить вообще. Все, что попадает под кулаки. И, ну, какие-то шансы в этом были бы. Теперь давайте взглянем с другой стороны. Тоже так, надо спуститься немножко с небес на землю. Во-первых, Эрл Спенс, ну, мы, естественно, говорим до его аварии. Вообще-то, в последних двух боях с Майки Гарсией и потом следующий бой, на мой взгляд, форма у него была уже ниже, чем до этого. Почему? А посмотрите, у него стали мышцы меньше. Именно мышцы. Плечи остались такие же, да, ну, грудная клетка у него широкая, именно хорошего у него, видать, объем легких, но он уже больше стал похож все же на нормального человека. Потому что до этого он был и высоченный, и у него мышцы прямо, они бугрились, у него прямо венозность была на руках. Ну, вообще, как такое прям, не существует таких людей в природе. То, начиная вот бой с Майки Гарсией, они там тестировались по методике ВАДА, и следующий бой, тоже, кстати, по-моему, они там по ВАДовской системе тестировались, то сразу же, ну, Эрл Спенс, он как бы так чуть-чуть, даже не чуть-чуть, а довольно сильно, ну, поддулся. То есть он уже, мышцы у него стали меньше. Да, он говорил, что вес там это не его, что он больше стал гонять. Я это вижу по-другому. Я думаю, что у него просто внутри поменялся гормональный фон, скорее всего. И да, когда у тебя он меняется, то у тебя ухудшается качество мышц, у тебя уже веса гонка, она именно, но на хуже. То есть ты уже не такой будешь сильный. Это как бы первый момент. Второй, тот же Флойд Майвезер, мы же не знаем его лимиты. По сути, его за все время никто ни разу не подбил. То есть мы, в общем-то, даже не знаем, если по Майвезеру чисто попасть со всей силы, то может у него голова такая же, как у того же самого Эрла Спенса или Геннадия Оголовкина и Сауля Альвареса, может быть, он вообще непробиваемый. Вдруг это так? А это, кстати, спокойно так. И если это так, да с ним тогда, по сути, вообще ловить нечего. Вот примерно такие мысли. Итог у нас такой, что кое-какие шансы у Эрла Спенса были бы за счет его именно сочетания, что он будет теснить, набивать тоннаж, и что он высокий, и через джеб бы это делал. И он умеет это делать. Он это показал в бою с тем же Майке Гарсии. Но, опять же, Флойд это Флойд. А вам спасибо, что посмотрели данное видео. Я прямо вспотел дико вообще. Не знаю даже почему. Может, потому что я на допинге сегодня ради вас не кукуйского чая выпил, а выпил перед выпуском настоящего пуэра, хорошего с молоком. И вот потею. Всего крутого вам. До новых встреч. Тушу камеру.